Приветствую вас дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Clash Tactics. Это новинка. Так что давайте приступим. Будем в ней разбираться потихоньку. Бесплатные карты. Это хорошо. И нам достается первая карта. Мастер, у нас есть очередное задание. Вы должны защитить свою башню и уничтожить вражескую. Выберите юнита. Хорошо, это кто у нас такой? Гоблин по ходу дела на какой-то птичке. Двигайте юнита. Атакуйте башню. Ага. Один атака и одна хпшка у него. Вражеский ход. Вражеский ход. И почему же... А нет, смотрите, он вызвал такого же. И что он сделает? Ах ты, смотри какой засранец. Еще и улыбается мне. Так, уничтожьте вражескую цель. Точнее, вражеского юнита. Ну, давайте попробуем. Так, атаковать надо. Опа. Готов огурец. Ну что ж, давайте, наверное, атаку... А, тут можно и атаковать, и еще что-то делать. Ух ты! Он вызвал скелетика. Один-один. Но он меня не добьет, потому что у меня две хпшки. А вот это уже плохо. Вызвал такого же... Гоблин-убийца с ножичком. Я тебе сейчас порадуюсь. Я тебя сейчас так порадуюсь. Используйте магию. Опа-на. Маг кричит. Вы неплохо справляетесь, сир. Еще бы. Так, какой-то новый юнит у него появляется, и это гоблин-лучник, который имеет два к урону. Вот оно как. У него урон дистанционный. Ну, естественно, это же лучник. Уничтожьте этого юнита. А у нас, смотрите-ка... Мушкетчик какой-то. А ну-ка, выкуси. Что ж, довольно неплохо, и мы можем еще передвинуться. Так, вы можете двигаться после атаки. Ого! У моей башни всего 4 хп. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Так, стреляйте в башню. Ага. И что теперь? Вызываем... Рибикс Райдера какого-то. А, он может вот так. Довольно далеко ходит. И 4... Все, мы разрушили ему башню. Матч окончен. Что ж, довольно неплохо. Напоминает мне чем-то игру. Клэш Рояль. Отличие только в том, что она пошаговая. Ну что же, открываем сундучок наш первый. И смотрим, что он нам выпадет. Ну-ка, давай. Давай, хорошие карты. Выпалить деньги. Ага. Рибикс Райдер. Ассасин. Молния. И все. Ну, хотя бы на этом спасибо, что тут указывает нам. Ага, могу повысить уровень. За 5 золотых. Ну, конечно, мы это с вами сейчас и сделаем. Это, ребята, мы сейчас в данный момент проходим режим обучения. Атака. Следующий бой. Точно Клэш Рояль Тока. Немножко по-другому сделано и графически. Так, что у нас здесь? Молния. Так, лучник. Какой-то палач. И молния. Так. Мой ход. Ну что же, мне понравилось, как эта молния бьет. Сейчас будет его ход. И что же он предпримет? О, Трайдер. Ага, ездуна вызвал. Так, так, так. Тихо, тихо. Я уже думал, сейчас до конца добежит. Но он, в принципе, салага. Одна хпшка у него мы вызываем лучника. И... Ага, можно его сюда переставить. И после этого должны атаковать. Все довольно логично. Так, заканчиваем тур. Ага, и он вызывает. Вы посмотрите, какой хитрый жопой. Куда-то разогнался, красавчик. Но мы его добить не сможем. Не сможем, конечно же. Следующая карта у нас... Мастер Топора. Неплохо, довольно, да? Четыре урона, шесть хп. А ну-ка, получи выродок. Ха, готов. Что? А, переместить можно. А что нам это даст? Стреляем. Ясно. Пропускаем тур. Плюс один. Плюс один. Ого. Пиромастера вызвал себе. Смотрите. Пять атаки, десять хп. Да пошел ты, засранец. Вау, что это? Щелкьте на нему, чтобы посмотреть его в деталях. Я вижу, что у него массовая атака. Именно фаерболом стреляет, гаденыш, а? Добить-то мы его явно не сможем. Но хотя бы какой-то урон нанесем. И молнию, говорят, примените. Оу. Молния отняла шесть хп, и этот пиромастер отдуплился. Ага, вызывает ассасин, а? Один, два. Черт, добьет, добьет мне моего мастера топора. И еще и фаербол запустил. Ну, я тебе сейчас посмеюсь, нахальная ты морда. Хотя мы в данный момент играем с ботом. Обучение, как-никак, игнорирует перехват ассасина. Уничтожьте башню. Шикарно. И мы получаем с вами следующий сундук. Матч окончен. Довольно все пока понятно и просто. Мне очень нравится. Давайте с вами вскроем. Пять секунд. Ну, это ерунда, что тут подождать эти пять секунд. Не составит нам никакого труда. Так, давайте откроем. Посмотрим, что нам выпадет на этот раз. Так, денежка. Ух ты. Бравлер. Это кто такой, интересно? И... Магические ракеты? Что-то странное какое-то. Так, магический магазин нам пока не открыт. Но мы можем поднять уровень. Так ведь? За пятьдесят золотых. С удовольствием это сделаю. И, наверное, можно ассасина себе немножко прапать. Так ведь? За пять золотых, конечно, сделаем. Дает один к атаке. Это улучшение. То, что нам нужно. Блин, смотрите, какие тут замечательные карты. Ха! Игра, кстати, новенькая, ребята. Я скажу вам. Может быть, еще будут новые здесь карты. Новые арены. В общем, все это мы увидим. Ну что же, третья тренировка у нас. Ну и надо, наверное, приступать к ней. Тренировочный центр. И у нас новые базы. Катапульты. Вы можете заменить любую карту. Ага. Так, мы ее заменили на лучника. И плюс нам дали дополнительную манну. Он стреляет с катапульты. Один дамаг. Ну и что ты радуешься? Что ты такого сделал? Так, если вам не хватит маны, вы можете разыграть карту манны. Стреляйте. Отлично. Сравнялись мы с ним. Пропускаем пот. Интересно, что он тут сейчас задумает. Просто атакует мою базу. Ага. И вызывает наездника. Один-один. Вот гаденыш. Хорошо. Ладно. Но у нас хп мало. Мой ход. Вызовите лучника. Хорошо. Вызываем. Ага. Добивать. Ну что ж. Давайте сделаем. Отлично. И переместить его сюда надо. Завершите ход. Нет, 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 нет. 4-6. Обалдеть. И как же мне с ним справиться? Так, мой ход. Берите фаербол. Ага. Вот так. А теперь лучник добивает. Ну что же, в принципе, логично. Довольно неплохо. Так. Продвинулись. Заканчиваем. И он теперь фаерболом бомбит. Черт бы его побрал. Еще и ухмыляется. Так. Что там такое? Используйте карту манны. Теперь у меня стало 5. Ага. Рибекс райдера вызывайте. Ну я вызвал переместить его поближе к базе и атаковать. Что ж, довольно неплохой ход. Что он сейчас будет делать, а? Оу. Нифига, у него 10 атаки и 21 хп. Ё-моё. Вот это он дал. Это будет жестко. Что мне надо делать? Атаковать? Ну ладно, ударил дальше что. А, можно отскочить от него. Теперь нам рекомендует использовать молнию. Но у него все равно 6 хп осталось еще. Так он же слабенький, 1 на 1. Что он тут сделает? Ну. Подойти к нему и атаковать его? Да он же с удара сейчас его положит. И стрельнуть еще с катапульты. Пропустить ход. Ладно. Хорошо. Что он тут задумал, интересно, а? Оу. 3-5 вызывает он. Мушкетчика. Странно. Почему-то он мне в базу начал бомбить. Угу. Звездочки ловит над головой. И что вы прикажете мне теперь делать, а? Товарищ компьютер. Что вы мне подскажете? Вызвать ассасина? Ага, все, я понял. Ассасин сейчас добьет этого жирного. А мы... Хм. Довольно недурно. Добиваем мушкетчика. И сами же вызываем. Мушкетчика. Только уже себе. Хорошо. Передвинуть. Да? Угу. И стрелять, наверное, в базу. Шикарно. И остается 7 хп. Еще и молнии использовать. Вау. 4 хп. Так, пропускаем ход. Ну, я думаю, у него вариантов уже нету. Хотя он использует... Молнии. И все? А, ну стрельнет еще. Я так понимаю, катапульта может стрелять только по башне. По юнитам не может. Все, тут хана, ребят. Добиваем башню. И мы прошли с вами полное обучение. Так скажем, вводный урок. Давайте посмотрим. Ага, назовите свое имя. Ну, естественно, я себя назову. Как я и есть. Рэй. Принимаем. Что такое? Да, да, да. Поздравляем. Мне дали 10 алмазиков. Я могу открыть карты. Оу, смотрите, какие шикарные. Ничего себе. Ха. Да. Ну что ж, давайте вскрывать и смотреть, что нам выпадет. Здесь деньги. Так, кристаллы. Ридерс. И магические молнии. Так, со следующего нам выпадают, опять же, деньги. Опять же, кристаллы. Тут кто у нас? Бравлер. Ух ты. И лучник. Так, остался, по-моему, еще один у нас сундучок. Так, понятно, деньги кристаллы сейчас будут. И две карты. Выпадает нам молния. И мастер топора. Ух. Все, что ли, на этом? А, вот здесь можно открыть за 5 секунд. Давайте подождем. И сейчас мы уже все, переходим в полноценную игру. Будем играть с живыми игроками. С реальными, я бы, точнее, так сказал бы. С живыми. Так, опять нам выпадает бравлер. О, мунгобрут. И все на этом. Так, смотрите-ка, что у нас здесь. Получить какое-то достижение мы с вами заработали. Блин, главное, достижение написано по-русски. Ух ты, смотрите-ка. Тут можно тоже так же, как в Clash Royale, покупать карты. Да, она практически слизана. Но, еще раз повторюсь, она все-таки пошаговая. Это большое отличие от оригинала. И я получил новый уровень башни. Бравлер, давай-ка мы тебя тоже. Кто он такой-то? Что у него на голове? Сковородка, что ли? Ну и, наверное, молнии тоже сделаем. Нам там денег хватит на все это дело. Семь катаки. Так, лучника. Давайте тогда еще лукаря. Ага. И все, да? Да, больше никого мы не можем. Мы можем только вот заменить карту эту. А на кого? Может быть, убрать фаербол? Слишком много у нас этих магических карт всяких. Вот так вот, отлично. Ну что же, поехали. Первый наш бой. Боиск оппонента идет. Я надеюсь, мы хотя бы тут выиграем? Боек другой-то. Или нет? Ага. Черт, я еще и вторым хожу. Да ну, что это за рука у меня? Посмотрите, у меня 30 хп, у него 36. Значит, он уже довольно хорошо развит. Начинается. Так, что у меня есть на первый ход? Абсолютно ничего. Придется так же просто стрелять. Пропускаем. Что он будет вызывать? А тут нельзя ускорить игру. Нет ускорения. Придется ждать. Ну не томи, давай быстрее ходи, а. Вот сидит там, что-то размышляет. Рассусоливает. Все-таки решил просто стрельнуть. Замечательно. У меня две. Давайте тогда вот этого броулера вызовем. Что он интересно делает? Знаешь, что у него две атаки и 8 хп. Что же, это довольно неплохо. Как же он долго думает, а? Такой прям стратег, что ли? Ну давай, как тебя звать-то там? Гуель 29. А, ну правильно. Посмотрите, у меня 0 рейтинга, а у него уже 188. Черт, вызвал мастера топоров. 4-6. Это довольно мощная карта. Давайте тогда его, наверное, вызовем. Ага, вызвали. Не хватает манны у меня. Тогда используем дополнительную манну. Мушкетчик, давай. Да что такое-то? Вот так вот. Ага, мы не можем. Или можем. Давайте-ка вот сюда передвинемся и стрельнем в него. Так, осталось у него 3 хп. Броулер, давай, выдвигайся сюда. Что ты опять там думаешь? Дается на каждый ход по минуте. Ну, никак не ожидал, а? Ну, все равно мы его дохоркаем, если он, конечно, тут что-нибудь сейчас не чуданет. Да ладно, завязывайте, у него уже пиромастер есть. Обалдеть. Блин, а что же мне это сделать тогда? Ну, давайте вот так попробуем. Я даже не знаю, куда мне этого братка отправить-то. Давайте вот так. Вот сейчас я, по-моему, ступил. Надо было мне вот так сделать. Мастера топоров высылать на первый ряд. Ай, ладно, что сделал, то сделал. Пока еще учусь я в эту игру в первый раз играю. Естественно. Все в новинку, как бы. Для меня только здесь все познается. Ну, почему ты так долго куда-куда-куда? Ломанулся к моему мастеру. Но мы еще живы. А, нет, сейчас же пиромастер бомбанет. В центр. Вот нахал, а. Не, ну тут я, по-моему, проиграл. Мне что-то кажется. Почему-то. Довольно сильная карта вот эта, пиромастер. Смотрите, и ждет. Выжидает время до последней секунды, блин. Да ладно, он еще и мушкетчика вызвал. Я вообще остался без карт. Вот зараза. Да ладно, ты еще хочешь... Да. Не то, что хочет, он это и делает. Хе-хе, у меня пять маны. И кого я могу сюда вызвать? За четыре-то. Ну-ка, давайте. Блин, я даже не знаю. Ну, давайте топорщика уничтожим. И все. Больше ничего сделать не могу. У меня всего одна мана осталась. Не хватает. Мушкетчи, хорош там махать ручонками своими мелкими. Сейчас, если он четыре, плюс пиромант. Плюс катапульта наверняка стрельнет. Естественно. Два дамага у него наносит. Еще и молнии. Понятно, ребята. Хе-хе, сами прекрасно все видели. Я проиграл. Хорошо, давайте следующий бой сделаем. Попробуем выиграть. Нет, я просто только начал, да? И у меня такие карты. Слабенькие, по сравнению с ними. Ну-ка, сколько хп? Так, погодите, сейчас выберем вначале. Так, вот этого уберем. Кого дадут? Ну, более-менее, более-менее. Ищем оппонента. Че его искать-то? Хе. И опять у него 36 хп. 230 у него рейтинг. Обалдеть можно. Так, давайте мы сделаем так для начала. И будем атаковать потихоньку бозенку. На-ка, выкуси. Кого он сейчас будет делать? Призывать себе. Нет, смотрите-ка, он просто стреляет. Так, мой ход. У меня две маны. Ну что, я могу вызвать. Вот, давайте-ка, наверное, с вами вызовем арбалетчика, точнее, лучник. Ставить в ряд я их не хочу, потому что, вы сами прекрасно видели, есть такая карта фаерболл, которая бьет в четыре стороны. Так что, пускай они все будут на разных линиях. Опять просто стреляет. Что-то он задумал там. Причем довольно дерзкое. Так, ну что, топорщик, выходи. Так, давайте вот сюда вот. И с этой стороны будем атаковать. И лучика поближе. Так, и топорщик тоже сюда. Отлично. Пока мы окружили. Можно так сказать. Фаерболл, ядрить его на корень. Ну что же, топорщик выжил. У нас есть... Вот так попробуем. Погоди-ка. Лучший, конечно же, мушкетчик. Ну-ка, достает, достает. Три. Так, один дамаг. Еще два дамага. Итого 28. Топорщик. Надо куда-то тебя, наверное... Сюда. Сюда, чтобы все стояли на разных... Этих... Линиях. Нет, ну я не поверю, что у него нету никаких юнитов. Он сейчас стопудово что-нибудь вызовет. Или... Пиромант... Это что такое? Офигеть, он мне понизил атаку. Да еще и молния. 8 дамага. Бум-бум. Что делать-то, блин? Так, ну-ка. Неплохо прошили. Атакуем. Давай, стреляй. Вызываем... Браулера. Я так и не понял, что он делает. Просто бьет, наверное. Ну что, мушкетчик, атакуй. Пока мы ведем. 18 хп у его базенки осталось. Так, вот поставим. Хотя, возможно, это было сделано зря. И ассасина надо нам выдвигать. Вот тут пускай стоит. Так, все. Вроде бы всеми сходил. А вот. Вот так. Ну что же. Кого ты сейчас будешь вызывать? Это кто еще такой? Альбонис какой-то. Это маг. Какой-то псих, а не маг. Что с твоим глазом? Нифига, блин. Он два раза, что ли, бьет. И так, и еще отдельно. Да ладно. Он еще магию применяет. Я смотрю, он фанат этих молний. Так, что нам сделать-то, а? Даже не знаю. Он сравнял нам счет. Так. Ну-ка, сдохнешь. Отлично. А теперь давайте атаковать базу. Давай-давай-давай-давай-давай топорчик. Опа. Лучник. Так, браулер. Ты слишком мало ходишь как-то. Три маны. Что я могу вот этого только? Оутрайдера поставить. А почему он не может бежать сюда, а? А нет, может. Просто надо было выделить его. Атакуй давай. Шикарно. Оп. 10 хпшечек осталось. Ну что ты скажешь, браток? Гуэль. Опять Гуэль 29. Что, только она тут играет? А может быть это Гуэст? Ну типа от... Это что такое? Валькирия? 6-6. Слушайте, неплохо. Я даже не думал, что здесь есть еще Валькирии всякие. Так, ну кто у меня может ее добить? Абсолютно никто. Давайте Мунго Брута вызовем. Хе-хе. Иди сюда. Слушайте, 10 атаки и 21 хп довольно неплохая карта, я считаю. Жаль, конечно, что она очень дорого стоит. Но будем надеяться, она стоит столько маны. Черт, не достает. И подойти уже не может. Ладно. Так. Давай-ка, Лукарь. Блин, надо выделить. Потом нажать. Все время забываем. Так, ну что, у меня есть Молнии. У меня есть Мушкетчик. Так, что там задумала Валькирия? Ага, вот так. Вызовешь кого или будешь пропускать ход? Использует манну. Что-то сейчас вызовет крупное, наверное. Ну давай, не томи уже время-то. Третьего уровня. Нифига, 5-12. 5-12. У-у-у-у. 5-12. Третьего уровня. Блин. Раскачиваются тут, походу дела, очень быстро. Так, еще и мастера топоров вызвал. Куда ты разогнался, а? Мой ход. Давайте так сделаем. Ага, она бьет по трем целям. Я думал, что она все в башню бомбанет. Нет, я ошибался. Ну что, Брайлер, кого будем бомбить? Давай Валькирию. Так. Добиваем ее лучником. Ну, Аркаша, твой выход. Давай. Бум. Так, у него осталось только... А кто у него? Только один юнит остался. Это наездник. На цыпочке. А ну-ка. Вот так. Все, я думаю, что шансов у него выжить здесь нету. Даже кого-нибудь он сейчас не поставил. Я все равно добью с катапульты или применю какую-нибудь магию. Пропускаем ход. Тем более... Да, 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 мне дали молнию. Все, он тут не жилец. И пиромастер тебе здесь не поможет, сынок. Можешь его засунуть куда подальше. Да, да, да. Красиво бомбишь. Но толку ноль. Видимо, у него колода состояла из таких крупных карт. Дорогих довольно-таки. Теперь давайте мы вот так вот сделаем. Поулыбаемся. Понижает опять атаку. И тоже довольный, а. Да, да, да. Вот плачь, плачь. Потому что тебе сейчас уже действительно будет кранты. Теперь он злится. Все, ребята, добиваем. И наша победа. Матч окончен. Мы получаем плюс 47 репутации. И у нас есть сундук, который можно через 3 часа открыть. Но мы с вами ждать не будем. Возьмем и используем кристаллы. Что нам выпадет? Деньги. Ага. Сможем с вами прокачать. Ух ты. Танцор с мечами. Довольно-довольно неплохо. Вот только вместо кого его поставить. А где он? Ай, нужно 2 карты, да, по ходу дела? Критическая атака, 50%. Хм, довольно неплохо. Ага, вот, все. Теперь он у меня. В компании. Раритетный. Ну, здесь мы больше ничего не сможем сделать, потому что у нас очень мало денег. А сколько стоит улучшение? 150 голды. О, вот этого можно. Мастер топоров. Ну, вроде бы, как-то так вышел мой обзорчик на эту новую игру. Если вам, ребята, понравилось, пишите в комментариях. Мы будем в нее периодически поигрывать, раскачиваться, поднимать себе рейтинг. Ну, и смотреть, что там дальше, какие новые карты у нас будут. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся уже в следующих выпусках, в следующих играх. Все, всем пока, удачи, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok